Здравствуйте, друзья! Мы начинаем следующий урок в нашей серии уроков, которая называется «Гешер». Этот урок мы назовем «Льоли фахет клаль» или «Вообще не нужно бояться». Смотрите, страхи, фобии, всякие вот эти вот ощущения, скажем так, они забирают очень много энергии у человека. И, конечно же, это одна из таких больших тем, которых занимается психология. Кроме фобии, есть всякие анкзайти, тревоги, страхи и вот так далее. То есть мы сейчас посмотрим с еврейской точки зрения, что это такое. Начнем с того, что если мы говорили уже в наших прошлых уроках, то что чувства, они находятся под мыслями. И возможно ли вообще с помощью каких-то мыслительных процессов полностью убрать страхи из нашей жизни? В принципе, если мы посмотрим на базу, на прошлые наши уроки, как видно это так. Но вообще, как это получается? Потому что иногда страхи приходят как будто бы сами по себе. И мы вот это постараемся разобрать. Как? Откуда приходит страх? Что с ним делать? И мы говорим как бы о страхах как широкое понимание. Иногда это специфические какие-то страхи от полетов. Иногда это такая анкзайти, на английском это называется. Это тревога, которая перерастает в большие страхи и так далее. Ну вот давайте посмотрим, начнем разбирать, что это такое. И мы начнем, может быть, этот урок с обратной стороны медали. То есть поговорим о любви. И известная фраза, которая называется То есть возлюби ближнего, как себя. И не будем вдаваться в перевод, но можно это сказать, что он, потому что он такой, как ты. И это, как сказал Раби Акива, главное, одно из главных правил в Торе. Но если вы посмотрите на это предложение, если мы вместе посмотрим, мы увидим там такой феномен. То, что любить надо других, как себя. Если мы себя не любим. Как мы можем, в принципе, любить других людей. И тут вопрос следующий, что это такое вообще любовь к самому себе. Это что это такое эго, что это наполнение себя, своих каких-то желаний обычных, как ребенок, который хочет конфетку. И вот ему она сейчас нужна. И так как он себя любит, он ее должен сейчас же заполучить. Но на иврите это называется не агава, это любовь, а теава, это как бы страсть. А что это такое любовь и что это такое в арталераха камоха? Ну, если даже мы не будем углубляться в какие-то правила энергетические, духовные, которые говорят то, что всегда человек, если он идет за вот этой вот любовью эго, всегда он не будет половина пустого кармана. И он, если человек хочет какую-то там вещь, все равно ему в два раза больше будет захотеться на следующий день. И мы не говорим об аскетизме, как вы знаете, иудаизм вообще не про это. И можно зарабатывать, и нужно зарабатывать, можно пользоваться и нужно красивыми вещами и так далее. Вопрос, какой у нас посыл внутренний, какой у нас посыл. И, в принципе, посыл, я как бы дам ответ такой, и это, может быть, стоит насчет этого подольше поговорить, но это, в принципе, получать для того, чтобы отдавать. Или получать для того, чтобы влиять. Конечно, влиять хорошим, не использовать никого, но если человек получает силу, как говорил Spider-Man, with great powers comes great responsibility, то есть с большими силами приходит большая ответственность. Если человек получает эти силы, ему как-то надо ответственно их передавать. Вот. Ну и давайте посмотрим дальше. Если человек, вот, мы говорим про любовь, если человек любит себя, как вообще это проходит? То есть, мы говорим то, что надо других людей судить, как были капсхуд, то есть, в пользу. Но можем ли мы себя посудить в пользу? Если какие-то вещи у нас были в прошлом, можем ли себя мы не просто оправдать, а как-то и простить, а как-то вот даже в пользу это сделать? Потому что, если мы не можем сделать это себе, мы точно не сможем сделать это для других. Ну, краткая история в сторону. А потом вернемся к страхам. История такая. Были четыре человека, раби Акива, и три его знакомых, один из них, его звали Лиша Бен-Абуя Ахэр, а двоих я вот сейчас вот не припоминаю. Ну и говорится так, что раби Акива поднялся в пардес, то есть в пардес, в верхний мир, спустился, ушел Бешалом и вернулся обратно Бешалом. Один человек поднялся и там и остался, умер. Один человек поднялся и сошел с ума. А и Ахэр, то есть, который Лиша Бен-Абуя, который был учителем раби Мейера, он он кинул все, он кинул духовный мир, он кинул религию, он сказал, вот ушел из этого дела. И вопрос такой, он был учителем раби Мейер Бааланес, великий человек. Что там случилось? И говорят наши святые книги, я это очень кратко говорю. То, что он сказал, то, что он услышал там, он понял из тех духовных миров, то, что всех есть прощение, кроме его. То есть, это был великий человек, великий духовный человек, но он не смог в каком-то моменте себя простить. И, конечно же, раби Нахман приходит и говорит, то, что всех есть чува, всех есть прощение, но вот этот человек, он ушел из духовной дороги, его даже называют Ахэр, другой, то есть, он стал другим человеком. Почему? Потому что он не смог себе где-то простить. И тем самым он отделился от всего человечества, еврейского народа, он поставил себя отдельно. То есть, это с какой-то стороны он мог, то есть, понимаете, это как будто бы он ограничивает милосердие Всевышнего. Но мы вернемся сейчас обратно. И опять, вот, что это такое любовь? В принципе, нам надо учиться прощать или судить других людей как бы в пользу и себя тоже. Иногда себя, это намного сложнее делать, потому что мы-то знаем. Вот. Но это нам надо сделать обязательно, чтобы себя полюбить. Да. И мы сейчас, это как бы подготовка к этим страхам. Потому что страх, он начинается внутри. И так же, как любовь к самого себе начинается внутри. В том, что в принципе нам надо понимать, то, что у нас внутри есть, находится частичка Всевышнего. Он создал этот громадный мир с триллионами там звезд, планет, громадной пустотой внутри и разными духовными, и так далее. И он в нас посадил какую-то частицку себя, душу. И вот нам надо, во-первых, найти ее, и во-вторых, понять, то, что это, нам надо это полюбить. И так же, как вот эта штука зависит от нас, потому что за нас никакая внешняя, никакой внешний фактор не может помочь нам любить самих себя. И так же и с другой стороны и страх. Потому что страх это обратная деталь этого же самого и он тоже идет изнутри. В Гмаре пишется то, что то, что человек пугает самого себя. какими образами мы пугаем самих себя. Скажем так, мы не будем вдаваться в подробности и в тонкие детали, но есть разные виды страха. Есть страх, необъяснимый такой страх. Есть Игмара тоже пишет о таких страхах. Игмара пишет такую интересную вещь, то, что человек, который стреет волосы и не омывает после этого руки или ногти не омывает после этого руки, у него может прийти какой-то страх, который не будет объяснен. Такой страх сам по себе. Это один вид страх. Второй вид страха, который есть какая-то реальность снаружи. У нас сейчас такая непростая реальность в Израиле происходит война. Но если человеку открыть глаза и посмотреть с духовной точки зрения, со стороны шансов, он поймет, что нечего слишком бояться. Может, надо что-то делать, но бояться этого страха, он нелогичный. если человеку объяснить с духовной точки зрения, включить свет, как говорится, он может понять, что нечего бояться. Третий вид страха, он внутренний вид страхов, которые страхи, которые мы рождаем в себе сами. И эти страхи можно полностью убрать. страхи, они как бы даже иногда не от того, что другие люди скажут или сделают, если мы на наши поступки, а что мы будем чувствовать, если у нас что-то не получится, или что мы будем чувствовать, если другие люди не так на нас посмотрят. но это вот в эту сторону, и мы начинаем бояться, потому что у нас когда-то что-то произошло, и вот там вот этот корень этих страхов. То есть я еще раз вернусь над этой мыслью, что есть страх, который мы сами себе придумываем, скажем так. Часто это страх какого-то провала, но это даже страх не действия какого-то или провала, а нашего эмоционального ответа на это происшествие. То есть если кто-то сделал какую-то вещь, и в прошлом или внешний мир как-то не так отнесся, или он подумал, или она, что что-то не подумали, и внутри у человека начались чувства вины, самобичевания, и можно все это назвать человек пугает самого себя. И вот это дело, конечно же, полностью мы можем как бы убрать. Конечно же, страх это очень тяжелая вещь, потому что Гмара пишет, и это мы знаем, то, что страх, он очень ослабляет наше тело. Он как бы закрывает наш мир. Есть люди, у которых панические атаки и так далее, то есть наш мир становится, или мир этих людей, скажем так, становится меньше. Такая анекдот такой, но это правда, если вы подумаете, то, что если большой страх, алкоголь может как бы снизить этот страх внутри, но и обратная история тоже, даже если человек пьяный, сильный страх, он его отрезвляет, да, то есть смотрите, какой физиологическое эффект есть у страха. Вместе с этим вот это вот надо, эти ощущения, вот это вот самобичевание, самопугание, скажем так, чувство вины, надо их убирать, пока они маленькие. И чуть позже мы попробуем сказать как. Смотрите, когда дети маленькие, и часто они боятся темноты, ну что происходит, приходит какой-то из них родители, включает свет и говорит, ну вот посмотри, вот тут вот стул, вот тут стол, тут книги какие-то лежат, это не духи чудовища и злодеи. Потом выключает свет, и потом человек, маленький ребенок, он уже может быть еще раз так же позовет, такой же процесс происходит еще раз, и потом он помнит уже, что там не чудовище, а стул, стол и книги. Примерно такой же эффект нам надо сделать самим. Открою скобки, кстати, что есть дыхательные упражнения, кроме мыслительных упражнений, о которых мы сейчас поговорим, есть дыхательные упражнения, и в принципе, если у человека даже сильные панические атаки, или даже какой-то, когда человек дышит и выдыхает долго, мы как бы переключаем себе внутри, ну скажем так, внутри меняем установки, и говорим нашему мозгу, все нормально, успокойся, да. Посмотрите это, есть в интернете какие-нибудь видео, как себя успокаивать с дыхательными упражнениями, я уверен, что, но в принципе, идея такая, что на вдох 15 секунд выдох, и вот так вот раз 5 сделать, и тогда мы успокаиваемся, иногда первый раз, и это, кстати, работает даже при сильных панических атаках, то есть, иногда это может первый раз занять довольно долгое время, но с каждым разом это просто быстро работает и убирает страх. А сейчас мы поговорим, как мы мыслительно можем это сделать. Смотрите, ну, во-первых, мы говорили о том, то, что как бы как-то надо убрать или потише сделать вот те вот эмоции, которые говорят об эффекте внешней среды на нас. И Рабин Ахман говорит, что весь мир это тонкий такой мостик, и самое главное, не бояться. Ну, во-первых, есть вопрос такой, если он говорит то, что самое главное не бояться, значит, в наших силах не бояться. Это первый аксиум. Это в наших силах. Нам бы не говорили мудрецы такое, что-то, что мы не могли бы сделать. Вторая история, если весь мир тонкий мостик, и человек падает из этого мостика, куда он падает? На тонкий мостик. То есть, в принципе, понятно. Самое главное, говорят, не бояться. Но как мы можем, ну, вот если есть страх в жизни, как мы можем, на что мы его можем поменять? И идея такая, то, что самая главная помощь, которая человеку может противоставляет всем страхам, это пригласить Всевышнего в жизнь, скажем так. И поменять страх на гир-а, то есть, трепет перед Всевышним. Говорится, что у человека есть два крыла, да, ава и ра, любовь и трепет перед Всевышним. И на этих двух крыльях человек, как бы, духовно поднимается. Так же самое есть такие же крылья, но другие, да, вот есть любовь, не любовь к Всевышнему и к духовному, к душе, к чистоте, того, что надо делать хорошие вещи и видеть мир хорошим, а любовь каких-то неправильных, да. Так же есть и страх, который вот как бы трепет перед Всевышним, который нас растит, да, я объясню, и есть страхи перед какими-то внешними обстоятельствами. Что это такое трепет в двух словах? Я думаю, что это надо, конечно же, прочувствовать, и тогда человек сам сможет или сможет это внедрить. но идея такая, то, что если человек идет по лесу и боится деревьев и темноты и кустов и вдруг выходит лев, человек сам начинает бежать в этот лес и он уже не боится никаких ни кустиков, ни темноты и ни деревьев, потому что там есть лев. И также ира, то есть трепет перед Всевышним, она убирает все страхи. Только льва мы по-настоящему боимся, а трепет перед Всевышним это другое чуть-чуть дело. Потому что если есть что-то, что намного больше, чем мы, точно намного больше, чем наша логика, сознание и так далее. И мы находимся на одной такой светлой планетке, в которой есть жизнь, а вокруг триллиона звезд, а между нами темнота, и мы как-то не падаем никуда. И с одной стороны, это может ощущение как бы захлестнуть нас, но с другой стороны, если мы смотрим туда и начинаем созерцать это, это дает нам очень большие силы, чтобы идти по жизни и идти в этот темный лес, а не наоборот убегать от него и бояться этих деревьев метафорически, которые являются какие-то мелкие преграды в нашей жизни. Вот примерно так. Этот трепет, он наоборот, человек, который связывается с ним, и, конечно же, связывается с любовью и с этим, он дает уверенность человеку, а не забирают у него. Он дает силы. И как к этому прийти, конечно же, через чуву. Это известное еврейское дело. Чува это не только сказать спасибо или там извините, но это такой чува это от слова возвращение, да, лошу. И там есть слово ответ. Может быть как-нибудь мы сделаем насчет этого урок, но в принципе алгоритм такой. Сначала нужно сказать спасибо за этот страх даже, за это неприятное что-то, что находится в нашей жизни. Почему спасибо? Потому что мы можем это сейчас изменить в лучшую сторону. Потом мы говорим извините, пожалуйста, даже не не знаю почему и за что мы извиняемся, но как видно, мы берем на себя ответственность и говорим sorry, что-то мы сделали, что это к нам в жизнь пришло. Потом мы говорим пожалуйста, поменяй вот это плохое на вот это хорошее, потом я больше так не буду или плохо было бы дать дозакон. это вкратце, но алгоритм действий или мыслей надо проговорить, но в принципе человек должен или хотелось бы, я желаю это вам и себе и всем близким, чтобы вот эти негативные эмоции как-то отпустить и вот этот алгоритм как мы это делаем. То есть если у человека есть какой-то страх перед чем-то, он говорит большое спасибо тебе Всевышний за этот страх, потому что ничего просто так не бывает. Большое спасибо, надо его принять, надо увидеть, посмотреть на этот темный лес, потом сказать извини пожалуйста, что я что-то сделал как видно, что это ко мне пришло, потом сказать ладно, давай вот возьми у меня этот страх, а вместо него дай мне уверенность и так далее. потом сказать я больше так не буду и еще раз дать хотя бы копеечку сдать и с помощью вот этого понимаете я просто чувак и каждый это один из человек как бы сделать чуву, вернуться к себе, вернуться соединиться со Всевышним, понять, что все от него и тогда это дает силы противостоять и этим нашим маленьким чувствам самообвинения и самобичевания, потому что это есть большая сила, которая это делает и это позволяет нам открыть дверь большую в жизнь и идти дальше. Мы в следующей лекции поговорим побольше как прощать себя, а сегодня лекция была про страхи, которые тоже сидят вот на этом внутреннем фоне и у нас есть силы их преодолеть. Большое спасибо, всего самого наилучшего, удачи! Удачи! Удачи!